Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Василий Казмич Шибуев, русский живописец, один из ведущих мастеров позднего русского классицизма, автор исторических картин и портрета, академик, ректор живописного и скульптурного отделения Императорской академии художеств, действительный статский советник. Родился в Кронштадте в апреле 1777 года, имел утверждение Рамазанова, дворянское происхождение. Его отец занимал место смотрителя при кронштадтских магазинах адмиралтейской коллегии. Обнаружив ранние художественные способности ребенка в сентябре 1782 года, когда Василию Шибуеву было всего 5 лет, родители отдали его на учебу в Петербургской академии художеств, где он получил блестящую школу академического рисунка и живописи. В академии Шибуев был в числе первых учеников. Избрав в 1791 году своей специальностью историческую живопись, он стал заниматься ей под руководством Акимова и Угрюмова. В 1794 году Шибуев был награжден уже второй серебряной медалью за рисунок с натуры, а три года спустя второй золотой медалью за картину смерти Полита. Я пользуюсь данными Википедии. После окончания в 1797 году обучение с аттестатом первой степени и малой золотой медалью, со званием художника 14 класса, как один из способнейших по выпуску, был отправлен при Академии пенсионерам и помощником преподавателя в натурном классе, а год спустя с вертовой ему было поручено преподавание рисования на младших классах академического училища. В 1803 году для совершенствования своего искусства отправлен в Рим, где упражнялся, копируя подлинники и рисуя в анатомических театрах. В 1806 году был отозван в Россию для работы по живописному и скульптурному украшению, строящемуся в Петербурге Казанского собора, ставшего пантеоном славы, памятником русского воинства и одновременно храмом славы русских художников. Шивуев исполнял там ряд композиций, в том числе изображения трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. За картину огромного размера Петр Великий в сражении при Полтаве Академия произвела его в один к профессору исторической живописи и верила ему преподаванию в своих классах. В 1812 году был назначен главным преподавателем рисования в воспитательных заведениях ведомства императрицы Марии и возведен Академией в звании профессора. Получил титул придворного живописца. С 1832 года ректор Академии, а впоследствии с 1842 года заслуженный ректор живописи и вояне. В 1844 году был назначен наблюдателем за исполнением живописных работ для Исаакиевского собора. Шибуев много работал над подготовкой учебных пособий по анатомии. Для учеников создал эскиз росписи, купола, конференц-зала, торжество на Олимпии. Шибуев исполнял в основном произведения на исторические религиозные темы, отмеченные мастерством строгого академического рисунка, умелой компоновкой многофигурных сцен, интересом к национальной истории. Был избран почетно членом Московского общества художеств, имел огромное влияние на развитие многих русских художников, в том числе Брилова, Иванова, Бруни и Басин. Умер в 17 июня 1855 года от холеры, возрасте 78 лет. Похоронен на Смоленском православном кладбище. Василий Казимич был женат дважды. Первая жена Елизавета Михайловна Тверская, дочь гравюра и рисовальщика Академии художеств Михаила Ивановича Тверского, дети Николай, Василий, Екатерина, Варвара, Анна. Вторая жена Варвара Ивановна Вольховская, вдова, детей в этом браке не было. Вот так вкратце из Википедии о русском живописце, одним из ведущих мастеров позднего русского классицизма, автор исторических картин и портретов, академике, ректоре живописного и скульптурного отделения Императорской Академии Художеств, действительном танкном советнике Василии Казимиче Шибуеве. Пока-пока, до свидания.